Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим прочитать книжку про Поляну. В прошлой серии мы оставились на том, что мы прочитали третью половину пятнадцатой главы, которая называется Доктор Чилден. Сегодня насчет четвертая половина пятнадцатой главы. Ну что, поехали. Спасибо, Север, я так рада, что вы меня подождали. Я обожаю кататься, говорила она, пока доктор подсаживал ее в пролетку. Ты любишь кататься с улыбкой, переспросил доктор, кивая на прощание санитару. Но, насколько я знаю, ты много чего любишь делать, продолжал он, когда они уже быстро ехали по дороге. Поляна засмеялась. Наверное, это правда. И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, что я вам опять вопросик такой придумал. А где вам больше нравится жить? В городе или в деревне? Пишите цифру один или слово город, если в городе. Или пишите цифру два или слово деревне, если в деревне. В следующей серии знаем, за какой вариант было больше голосов. А сейчас поехали. Я люблю все, когда это просто жизнь. И, кстати, мы для вас в прошлой серии вопросик такой задавали. А нравится... Нравится... Ой... Ну вы... Ой, а... Успеваете ли вы делать все? И мама написала, что успевает. Ну что, поехали. Ну, есть вещи, которые я не очень люблю. Ну, например, шить, читать вслух и еще что-нибудь такое, потому что ведь, когда это делаешь, совсем не живешь. Не живешь? Как же так? Тетя Полин называет это учиться жить. Тяжело вздохнув, объяснила девочка и смущенно улыбнулась доктору. Доктор тоже улыбнулся, и это была очень странная улыбка. Что же задумчиво ответил он? Мне кажется, по-другому тетя Полин не могла и сказать. Но я не понимаю, зачем. Этому надо учиться. Удивилась Поляна, я ведь никогда не училась. На этот раз тяжело вздохнул доктор. Не знаю, но боюсь, некоторым все же приходится. Доктор о чем-то задумался, пократкой взглянув на него, Поляна заметила какое-то грустное у него стало лицо, и здесь захотелось хоть чем-то его обрадовать. Доктор Чилтон робко сказала она. Мне кажется, что у вас странная радостная работа на земле. Доктор кинул ее изумленным взглядом. Радостная? Да куда бы ни шел, я вижу одни страдания. Горестно воскликнул он. Знаю, кивнула Поляна, но вы же помогаете тем, кто страдает, и вы, конечно же, радуетесь, когда они перестают страдать. Вот и выходит, что вы радуетесь чаще всех нас. У доктора вдруг подступил ком к горлу. У него не было ни дома, ни жены, ни детей. У него не было ничего, кроме любимой работы и двухкомнатной квартиры, в которой он жил и лечил. И вот теперь, глядя в глаза Поляне, он почувствовал себя так, будто его благословлят на дальнейшие труды. И он знал, ни самые тяжелые дни, ни бессонные ночи не заставят его забыть во удушевление, рожденного этой удивительной девочкой. «Да благословить тебя, Бога милая», — сказал доктор, и лицо его озарилось необычайно доброй улыбкой, которая так располагала к нему пациентов. Бывает, что доктору не меньше больных требуется глоток, тонизирующий микстуры, добавил он. Слова его озадачили Поляну, и она напряженно обдумывала их до тех пор, пока бурундук, перебежавший дорогу вблизи экипажа, не отвлек ее внимания. Доктор довез Поляну до самого входа в дом, улыбнулся Нэнси, которая подметала парадное крыльцо, и уехал. Я так хорошо прокаталась с доктором, поделилась Поляной радостью с Нэнси, и, прыгая по ступенькам, добавила, он такой чудный. «Да неужели?» — ехидно сверкнула глазами Нэнси. Я сказала ему, что я считаю, что его работа радует больше всех других работ на свете, что с плесной руками Нэнси ходить, лечить больных или того хуже здоровых, которые прикидываются больными. Нечего сказать, велика радость Поляна торжествующая засмеялась. «Знаешь, мистер Чилтон мне примерно то же самое ответил, но все равно он согласился, что ему есть чему радоваться. Попробуй сама угадать, чему». Лицу Нэнси сморщилась... Ой, извините, тут у меня зарядочка. Лицу Нэнси сморщилась от напряжения. Она считала, что уже достаточно хорошо играет в игру. Теперь ей даже доставляло удовольствие, когда она находила выход из того, что сама именовала каверсами Поляны. «А, знаю!» — издала она через некоторое время победный клич. «Радоваться можно обратно тому, что ты насоветовала миссис Сноу. Обратно чему не поняла девочка? Тому, что ты говорила для миссис Сноу, но ты ведь сказала, чтобы она радовалась тому, что другие не больны, как она. Ну да, кивнула Поляна. Ну а доктор может радоваться, что он не болен, как те, кого он лечит. Поляна нахмурилась. «Конечно, так тоже можно сказать», — мрачно произнесла она. Но я сказала, что у мистера Чилдона совсем другое. А ты что-то совсем не сказала. Я не знаю, в чем дело. Но мне это очень не нравится. Мне кажется, мистер Чилдон никогда бы не мог обрадоваться, что кто-то болен. Но ты все-таки иногда как-то странно играешь в игру Нэнси. И, вздохнув, Поляна скрылась в доме. Тетю она нашла в гостиной. «Кто это привез для тебя, Поляна, строго...» «Кто это привез для тебя, Поляна, строго», — разведомилась мисс Харрингтон. Да ведь это был доктор Чилдон. Неужели вы не знаете его тетя Поли? Доктор Чилдон? А что он здесь сделал? Он подвез меня домой. А я передала студень мистеру Пендальдону, и мисс Поли подняла голову и пристально посмотрела в глаза племянницы Поляна. Он в случае не выобразил, что это я ему прислала студень. «Что вы, тетя Поли?» Я сказала ему, что это не вы. Мисс Поли густо покрыснился. Сказала ему, что я не хотела присылать студень. Возмущенно просыпала она. У Поляны глаза округлились от удивления. Она просто ума не могла приложить, чем на этот раз недовольна тетя. Но ведь вы же сами велели, чтобы я так и сказала. Тетя Поля издала тихий стуль. «Я сказала Поляна, что ты не посылала к нему со студнем и просила тебе вести себя так, чтобы он не подумал, что студень прислала я. Но я совсем не просила тебя объявлять ему, что я не хотела посылать ему студень. Воздашла она, ответила она, и отвернулась от племянницы. Но разве это не одно и то же тетя Поля?» Я не вижу никакой разницы. Удручена проговорила Поляна и, выйдя из гостиной, отправилась в переднюю, чтобы повесить шляпу на тот самый крючок, куда тетя Поля всегда велела ей вешать головные уборы. Ну вот и все. Мы прочитали историю. Мы прочитали полностью пятнадцатую главу, которая называется «Доктор Чиктон». В следующей серии начнут шестнадцатая глава, которая называется «Красная роза» и «Кружевная шаль». На этом мы уже читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал. Кимур 11 ТВ. Пока-пока. Покеда. «Кос ig мол кого». И. «Кос территории». «Кос�� -... «Кос color». « darкосroom» «Музы».